Из девяти монет одна фальшивая, более легкая, чем настоящая. Двумя взвешиваниями на чашечных весах без гибб найдите эту монету. Это классическая задача, во многих учебниках она есть. Повторяю, девять монет. Одна из них более легкая, чем настоящая, но по виду не отличается. За два взвешивания требуется эту монету найти. Сначала я выбираю одну монету. Получается очередь. В очереди нужно, значит, четыре. И вот на каждую чашу я кладу четыре. Если они одинаковые, то фальшивая та, которая отложена. А если не одинаковая, то одна чаша продлина. Да. И фальшивая на более легкой чашке. Да. И нужно за одно взвешивание из четырех монет выделить более легкую. Это невозможно. Это невозможно. Потому что взвешивание дает вам один из трех вариантов. Либо равенство, либо одна чашка челя, либо другая. Выделить за одно взвешивание один из четырех вариантов в принципе невозможно. Значит, предложенный вами способ одну разделить, а остальное размить по четыре не может привести к решению задачи. Поняли? Так. Мы разделим число 9 на 1 и 3. Если одну коротку, если они равны, то мы, которые мы отложили, мы также возьмем один. Один и один окон же. То есть если мы будем равны, то тот, который мы отложили, будет большим. Если не равно, то будет большим монет. Так же предъявим на один, один и один. И взвешиваем. Если мы взвешиваем с одной стороны три монеты и с другой три, и возникает равенство, то мы уже знаем, что фальшивая монета не среди них, а среди остальных трех монет. А для трех монет мы задачу уже решили. Помните, в самом начале сегодняшнего занятия мы говорили, что если есть три монеты, и одна из них более легкая, то достаточно взвесить две монеты между собой. Если они равны, то вот эта фальшивая. Если не равны, то та, которая более легкая, там есть фальшивая. Если же неравенство, ну, например, вот так, то тогда среди этих трех монет есть фальшивая, и получается, собственно, та же задача. Мы должны будем здесь вот так. Молодцы. Теперь пусть у нас монет не девять, а двадцать семь. А взвешиваем три. Пожалуйста. Та же самая ситуация. Одна монета более легкая. Требуется понять, что делать, если двадцать семь всего монет. Мы должны быть сильной трех части. Девять. 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 Сравниваем две девятки. Да. Если они равны, то... Равны, конечно, девятки. Ну, ну да, равны. А веса соответствующих куче монет. Да. То фальшивая среди этих. А эту задачу мы уже решили. Да, а где будет решение, мы уже решили. Молодец. А если меньше или больше? Если будет нераденство. А если будет нераденство, то будет очень плохо. У нас получается... Что мы тоже знаем кучку, которая легче. И там и есть фальшивая музыка. Договорились? Все, спасибо.